Сегодня компания «Автотор» в 26-ю годовщину основания открыла собственный музей. Ее экспозиции рассказывают об истории предприятия, которое сейчас занимает лидирующие позиции в стране среди автопроизводителей. Подробнее у Константина Морозова. В этом музее изложена история одного из ведущих производителей автомобилей в России. От начала работы до полноправного звания крупнейшего предприятия в регионе. Самый большой экспонат музея «Автотор» – это первый сошедший с конвейера автомобиль «Кия». Часть экспозиции музея формировали ветераны производства, такие как Жанна Мальцева, которая работает в компании практически с ее основания. После основной работы выходили в цеха и дополнительно работали, выстроили свой завод. Вложили туда не только свой труд, но и свою душу. «Автотор» – один из ведущих производителей машин в стране, а по контрактной сборке автомобилей крупнейший в мире. В планах проводить экскурсии не только в музее, но и в цехах предприятия. «Автотор» является такой первой ассоциацией с нашим регионом. У меня часто была такая ситуация, когда в других регионах спрашивали, откуда я. Я говорил, что я из Калининградской области. Все говорили, ну да, знаем, у вас там «Автотор», крутое предприятие. Компания развивается. В планах выйти на новый уровень глубины производства. В регионе также планируют производить автокомпоненты и внедрить новые перспективные технологии. «Начинаем новую работу по подготовке к производству электроавтомобилей. Создать производство композитов в Калининградской области, которое тоже будет полезно для судостроения. Мы также думаем о производстве водородного автомобиля». «Автотор» – пример высокой социальной ответственности. Так, по инициативе на средства компании был построен уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс «Автотор-Арена» для работников завода и всех жителей региона. Для действующих и будущих сотрудников уже в следующем году планируют построить социальное жилье. Константин Морозов, Максим Бернер, Вести, Калининград.